Я думаю, уже у многих такое немножко предрождественское настроение, еще особенно, когда снег чуть-чуть пошел. Мы продолжаем тему, которую мы начали с утра, и сегодня мы поговорим немного больше о нас, о людях, для чего Бог нас создал. Текст, к которому мы обратимся, записан в книге пророка Исаии, 43 глава, с 6 по 7 стих. Книга пророка Исаии, 43 глава, 6-7 стих. Северу скажу, отдай и югу не удерживай, веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли. Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил. Я думаю, что многие из нас часто задают себе вопрос. И не один, может даже много. Вопросы разные. Зачем мы живем? Какая цель моей жизни? Как понять смысл жизни? Зачем вообще Бог создал нас и все вокруг нас? И в Библии, если мы внимательно читаем, дается ясный и простой ответ. Все существует и происходит ради славы Божьей. Я и вы, каждый из нас здесь для того, чтобы славить Бога. Поэтому, в принципе, Он и создал нас. Поместил туда и в то время, в которое мы живем и находимся. И все, что мы делаем, и все, что происходит в этом неспокойном мире, в нашем жизни, все должно преследовать одну цель – славить Бога. Как-то я посмотрел одно такое определение, оно мне понравилось. В чем состоит основное предназначение человека? Ответ был очень прост – прославлять Бога и вечно радоваться в Нем. В послании к римлянам в 11 главе апостол Павел превозносит Бога за Его щедрые благословения. Дарованный нам, он говорит, что вся слава за эти благословения принадлежит только Богу. Апостол Павел пишет, ибо все из Него им и к Нему ему слава вовеки. Аминь. Этот стих, он является, можно сказать, таким ключом к пониманию нас самих, нашего мира, нашего Бога, который создал нас. Он учит нас простым трём истинам или дает ответ на некоторые вопросы, которые я, может быть, вы помните, озвучил ранее. Во-первых, в нем говорится, что Бог является источником абсолютно всего. Все имеет свое начало в Боге. Мы читаем, в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было у Бога. Оно было в начале у Бога, и все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть, пишет Иоанн. Во-вторых, в этом стихе мы видим, что Бог является устроителем абсолютно всего. Написано, все им. Мы всецело зависим только от Бога. Может кто-то думает, что мы можем что-то сделать сами. Может кто-то думает, что мы можем держать всю ситуацию под контролем сами, но это не так. Мы зависим от Бога, благодаря которому этот мир функционирует, как задумал об этом Бог. В послании Колоссянам есть такое интересное место. Есть прежде всего всего, и все им стоит. Все вокруг Бога. И, наконец, в-третьих, апостол Павел напоминает нам в этом стихе, что все к Нему. Он говорит нам, Он призывает нас, что Бог – это цель всего. Все создал Он для Его славы. И мы, каждый из нас, сидящий в этом зале, тоже был создан для Его славы. В этом году мы были в отпуске в горах. Там, когда поднялись высоко в горы, предстал очень красивый вид. Вид скалистых гор. Мы были в Монтане. И он невольно задавался вопрос, для чего Бог создал горы? Для чего вообще Он создал всю эту красоту? Если мы читаем внимательно Библию, мы можем найти четыре причины. Первая причина, почему Бог это все создал – Он показывает нам свою и нашу роль в этом мире творения. Он творец, мы Его творение. Мы не создавали Его, Он создал нас. Мы никогда не станем такими, как Он, и Он не станет такими, как мы. Мы всегда будем Его творением, Он всегда будет Богом. Он не часть творения. Он сотворил все. И только у Него, как у Творца, есть право, может быть, требовать от нас поклонения, послушания, любви. «Но ныне, Господи, Ты – Отец наш, мы – Глина, а Ты – Образователь наш, и все мы – дело руки Твоей», – пишет пророк Исаия. Вторая причина, почему Бог создал все – чтобы показать нам, каков Он, чтобы показать нам свой Божий характер. В Своем творении Он раскрывает свой характер, и Он хочет, чтобы мы были похожи на Него. Сегодня утром уже текст читали. В послании к римлянам, в первой главе, 20 стих написано. «Ибо невидима Его, вечная сила Его и Божество от создания мира, через рассматривание творений видимы так, что они безответны». Божье могущество очень очевидно и его видно. Бог сказал слово – появилась земля, Бог сказал слово – появился свет. И не просто свет появился, а с этим словом появилось очень много законов физики, заработали, и люди до сих пор изучают свойства света. А Бог сказал только одно слово – словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его – все воинство их. Его мудрость отражается в том, как Он все устроил в этом мире. Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их. Любовь нашего Отца, нашего Бога проявляется в том, что Он заботится о всех нас, как, может быть, незаметных, так и тех, кто на виду. Мир, творение подобен зеркалу, в котором отражается характер Бога. В Библии сказано, что в особенности мы являемся Его образом и отражением. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его мужчину и женщину, сотворил их. Он создал Вселенную и все, что вокруг нас, для того, чтобы все люди были ответственны перед Ним. Поскольку каждый из нас знает, что все было создано Богом и что все люди безответны. В день, когда все предстанут перед Богом, никто не сможет сказать, «У меня есть оправдание, я не знал, что ты существуешь». Поскольку все, что нас окружает, все Его творение, явно говорит о Его Создателе, о Боге. И, наконец, четвертая причина, почему мы были сотворены. Бог хочет, чтобы мы прославились. Он хочет, чтобы Он прославлялся в каждом Своем творении. Как мы прочитали в начале, «Каждого, кто называется Моим именем, кого Я сотворил для славы Моей». В Салме 18 мы читали уже, «Небеса проповедуют славу, и о делах рук Его вещает тверь». Эта слава принадлежит только Богу, не нам. Она Его вся и навеки. В 48 главе книги пророка Исаия, он говорит, напоминает еще раз нам, почему он оказывает милость своему народу. «Ради себя, ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя Мое? Славы Моей не дам никому». Мы должны воздавать Богу и только Ему всю славу и честь, и поклонение, которое Он требует от нас. О том, о чем мы сказали, понимание Божьей славы, оно сильно расходится с тем миром, в котором мы живем. Это противоречит мышлению большинства современных людей. Многие люди считают, что цель нашей жизни, люди неверующие, это получить как много больше удовольствий. Они говорят, мы живем только раз, бери от жизни все. И люди оправдывают свою расточительность, заявляя тем, что мы же это заслужили. Но Бог создал нас абсолютно не для этого. Он сотворил нас не для того, чтобы мы жили ради самих себя, ради своего удовольствия или своих греховных вожделений. Он сотворил нас и меня не для того, чтобы мы жили для сатаны. Он создал нас исключительно для себя. Он создал всех нас для своей славы. И закончить свое слово я хотел бы вопросом. Я хотел бы, чтобы каждый из нас подумал сегодня, подумал и решил, для кого и для чего живу я. Аминь. Помолимся. Аминь.